Найдите 5 отличий гриппа и коронавируса. Это продолжение моего предыдущего видео, ссылку на который вы увидите ниже. Вирусные инфекции бывают разные. Бывают действительно такие инфекции, которые просто страшны. Которые вызвали в свое время страшные эпидемии. Которые выкашивали десятки миллионов. К примеру, ОСПА. Такая вирусная инфекция. Но не все такие. Вот, например, та, которая происходит сейчас, ну и которую мы якобы побеждаем. Как ее можно охарактеризовать? Давайте посмотрим одну выдержку из публикации ВОЗ. Которая, как говорят, себя немножко дискредитировала, но тем не менее. У большинства людей температура нормализуется. Симптомы проходят в течение недели без какой-либо медицинской помощи. Но инфекция может приводить к развитию тяжелой болезни, к смерти. Особенно у людей из группы высокого риска. Болезнь может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. И даже заканчиваться смертельным исходом. В случае госпитализации смерти происходят в основном в группах высокого риска. По оценкам, ежегодно эпидемия инфекции приводит к 3-5 миллионам случаев тяжелой болезни. И 290-650 тысяч случаев смерти от респираторных заболеваний. В промышленно развитых странах большинство случаев смерти связано с инфекцией, которая проходит среди людей в возрасте 65 лет и выше. Эпидемии могут приводить к высоким уровням отсутствия на работе, школе. Потери производительности во время пиковых периодов заболеваемости клиники и больницы могут быть переполнены. Все ли вам? Понятно. Вы знаете, что это за фрагмент? Это фрагмент статьи из официального источника. Официального. Всемирная организация здравоохранения. Вот только я намеренно подставил везде слово «инфекция» вместо названия «возбудителя», вместо самой нозологической формы заболевания. А теперь, па-бам, занавес. Это была цитата статьи с сайта Всемирной организации здравоохранения от 31 марта 2018 года, не так давно, да, под названием «грипп». Итак, чем же это все отличается от описания коронавируса COVID-19? Ничем, как оказалось. Почему тогда COVID-19 – это смертоносная эпидемия, сравнимая по разрушительному ущербу и последствиям с Первой мировой и Второй мировой войнами? Ну, это, конечно, на кавычках, а сезонный грипп нет. Но сам факт, что, оказывается, еще два года назад ВОЗ описала сезонный грипп в тех же терминах, что эпидемию COVID-19 – это прекрасно. Почему? Это вселяет надежду на то, что с коронавирусом мы как-нибудь справимся. И смертность, видите, 300-650 тысяч человек в год. То есть больше полумиллиона частенько бывает. Сейчас в рамках этой эпидемии, ну, на момент, когда я пишу этот текст, около 200 тысяч человек. Часть материала взята из выступления «Время Белковского» на Эхе Москвы, который был 25 апреля 2020 года, поэтому цифра 200 тысяч оттуда взята. Нет. Ну, конечно, отличия в клиническом проявлении заболевания есть, но это скорее проблемы медицины, как биологической науки. А вот с точки зрения влияния на макроэкономические процессы, разницы, вероятно, никакой. Не было бы, если бы не карантины. Так объясните все-таки, какого черта, каким чертям собачьим нужно было так уронить экономику? Ну, можно понять еще те страны, где человек – это главная ценность, в которых забота о гражданах своей страны, как внутри ее границ, так и находящихся за рубежом, ставится во главу угла, экономика которых легко выдерживает даже раздачу денег своему населению в размерах, составляющих десятки процентов от ВВП. Понятно, что все они подорвались спасать всех и бороться за жизнь каждого члена своего общества, своего государства. Но как понять те страны, в которых экономика слаба, что и показала, собственно говоря, пандемия, в которых население, его здоровье и благосостояние никогда не было приоритетом государства, никогда не было приоритетом внутренней политики, в которых любая оптимизация здравоохранения направлена на то, чтобы сделать врачей беднее, а количество больниц сократить. Продолжение следует... Продолжение следует...